Из-за празднования победы российской сборной вчерашние протесты против повышения пенсионного возраста в России отошли на второй план, в отличие от самой проблемы. Футбол внес коррективы и в места проведения акций, поскольку на время проведения первенства в России в 11 городах, где проходят собственно матчи, такие акции запрещены законом. Акции протеста, тем не менее, прошли в десятках российских городов, от Дальнего Востока до центральной части России, и об их политических последствиях поговорим с нашим политическим обозревателем Елизаветой. Елизавета, приветствую тебя. Из-за того, что акции не были масштабными, можно ли утверждать, что реформа, несмотря на то, что она непопулярная, большой головной боли правительству не доставляет в том смысле, что акции все-таки не масштабные? Олег, привет. Это очень интересный вопрос. И, в общем-то, стоит обратить внимание, что в пятницу были опубликованы последние социологические опросы, из которых было очевидно, что недовольство очень большое. Почему же это не привело к какому-то массовому столкновению людей на улице масштабным митингам? Здесь, мне кажется, есть два возможных варианта ответа. Первое — это то, что основная часть недовольных приходится на тех, кому сейчас примерно от 46 до 55 лет. Это, в принципе, не те люди, которые готовы выходить на улицу, и они привыкли выражать свое недовольство другим способом, сидя в интернете, в разговорах с друзьями. И второе, что очень большая часть недовольных пришлась на жителей села, а люди в маленьких селах не выходят митинговать, потому что перед кем им митинговать? Перед их локальной администрацией, где работают их же родственники, друзья и родители, друзья и знакомые. То есть здесь такое сочетание факторов, что, с одной стороны, очень большая критическая масса недовольных, с другой стороны, пока оно в какое-то революционное движение не вырождается. Но это не значит, что это в будущем не принесет какой-то большой головной боли для власти. Да, вот как раз об этом будущем и хотелось бы поговорить, поскольку мы уже неоднократно говорили о том, что рейтинг Владимира Путина снижается после вот этой вот инициативы правительства, от которого, кстати говоря, он и его администрация дистанцируются, и Дмитрий Песков, по-моему, об этом говорил. Можно ли сказать, что вот сейчас, даже глядя на эти акции протеста, и та же администрация президента и власти в широком смысле этого слова просто прощупывают почву. Что вот, например, если действительно акции будут масштабными, то президент как-то внесет коррективы, скажет свое веское слово. Реформа эта может быть остановлена, может измениться, могут измениться параметры выхода на пенсию. То есть вот сейчас как раз интересно, наверное, всем сторонам понаблюдать за тем, что же будет происходить, особенно после окончания чемпионата мира. Ну, ты прав в этом смысле немножко, Олег, в своем рассуждении. Просто уже ни одна неприятная реформа проходила ими так, что сначала объявляется какой-то очень жесткий вариант, такой очень неприятный для всех, все высказывают недовольство. А потом выходит, предположим, президент, и как гарант, как человек, который стоит над всеми политическими силами, оппозиционными, неоппозиционными, говорит, что со всем народом, говорит, вы знаете, можно чуть-чуть смягчить, можно пойти на какой-то компромиссный вариант. И сейчас все вот кулуарно обсуждают, что, скорее всего, так и будет сделано, что где-нибудь ко второму чтению законопроекта будут какие-то смягчающие параметры, либо другой шаг, либо окончательный порог будет немножко ниже. Но вот это все будет зависеть от того, до каких параметров договорятся, в том числе в правительстве, в том числе депутаты, собирая сейчас свои предложения в регионах. Ну что ж, посмотрим, как оно будет. Ну и действительно, когда чемпионат мира по футболу закончится, внимание, российское общество переключится с подвигов Игоря Кинфеева и команды Станислава Черчесова каким-то другим вопросом, в том числе и к этой проблеме. Я благодарю нашего политического обозревателя Елизавету Сурначеву. Она была с нами на прямой линии связи из Москвы. Продолжение следует...